всем добрый добрый день приветик сегодня 10 января 2022 года наши чихуашечки все абсолютно гуляют и ясельки на прогулке и взрослые все на прогулке все гуляют веселятся потому что у нас очень тепло на солнышке около 10 градусов поэтому все собачки гуляют все 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 и рашелька и ясельки и беремняшки всем передаем добрый день прекрасного всем настроения замечательного начала рабочей недели праздники закончились основные наши и поэтому всем вам с легкостью войти в трудовые будни больше улыбайтесь радуйтесь радуйте себя всем самым веселым кому интересно оставайтесь с нами домашний питомник чихуахуа кастропула вот такое вот у нас веселье здесь детки малыши в ясельках вот дверь открыта вот четверо вышли туда-сюда малыши бегают вот эти вот рыженькая мраморная девочка и черный наш ягуарчик это детки забронированные которые передают своим владельцам привет вот такая вот карина веселушка мучает братика своего братика лишь бегает белая девочка побольше длина шерстная это асса берсен вот такие вот они веселые активные вот так они здесь живут покушали мисочка пустая и мы вышли гулять все вот кто хочет тот выходит сейчас я еще хорошенечко вот так вот дверь сделаю чтобы она их не прищемила ни в коем случае дверь тяжелая выставлю пенечек сюда вот так вот пусть они здесь поиграют а мы пойдем за ними за наблюдать можно бесконечно а мы пойдем это ярик это аяс мы пойдем к нашим взрослым собачкам все покажемся смотрите первый раз аяс хочет спрыгнуть со ступеньки и волнуются ну иди сюда а ярик уже ходил а ты еще не ходил скорее скорее зайчики мои все побежали назад так где жанночка жанночка очень хочет ажанночка самая самостоятельная на на 2 недели постарше поэтому она такая хорошенькая ты хорошенькая такая так ладно мы выходим а я хочу вас пригласить погулять с нами кому интересно оставайтесь домашний питомник чихуакуа костропула из города симферополя все передают приветики царица фантазия кока радуся елисейка тут копается такие вот все веселые и игривые кто-то на солнышке юлиана конечно же собачки находят молодую травку и вот кушают ее и энечкой царицы мы все находят только-только появляется травинки все кушают мажорик передает всем привет красавчик да вот это наша расшелечка который почти 10 лет в марте нам исполнится 10 лет вот этой нашей на она покажись расшелечка расшель вот такая она у нас пышная лохматик надо ее расчесать вот такая вот она у нас она очень миниатюрная вес ее всегда был 2 200 сейчас на около 3 килограммов весит растолстела вот такая вот старушка конечно с возрастом собаки становятся толще надо следить за их питанием не перекармливать вот на нашего филиппа посмотрите на на нашего филиппа стройного он очень стройный ему тоже 8 год для в любом возрасте лишний вес конечно помеха это понятно любому живому организму это приносит вред поэтому нужно конечно контролировать а собаки есть такие ох любят покушать чухашки очень склонны к полноте на самом деле это наверное касается любой породы вот так а это наш красавец медвежонок майбах который такой длинношерстный ну естественно у майбаха родители оба длинношерстные поэтому он такой пышный сейчас мы на солнышко посадим и покажем так всем еще раз большой привет всем желаем крепкого здоровья всего самого наилучшего так вот рашелька рашелька копается в листочках кто там жанночка хочет выйти нет мои дорогие пока нет пока мы учимся гулять в вольере надо за ними смотри да смотри потому что они все тянут в рот и камни и листья сейчас они немного научатся и тогда мы будем уже выпускать постепенно хорошую погодку их в этот сюда нам на свободу нас вакцинация была поэтому нужно посидеть еще так а ну давай садись давай покажемся это наш майбах майбах мой такой на солнечный мальчик иди гуляй это жанночка плачет давай гуляем тоже любит по все пожевать найти елисея интересуется что тут дают почему его сюда посадили девчонки беремняшки наши анфиса моя девочка анфисонька елисейка сегодня с мамочкой спал до роличка мальчик жорик только что с нами тоже был дома и филипп филичка тоже хочешь заходить так лаванда ты чё ручишь нельзя ручать смотри какая девочка на тебя похожая только краска шерстная вот она наша детка в клетке жанночка она хочет выйти она хочет выйти все все мои любимые мои красивые хочу напомнить что в нашем питомнике вот эти все взрослые собаки наши сейчас открыто для продажи девочка вот это вот наша живанши неспешно подыскивает самых лучших владельцев девочка миниатюрная но это и так понятно вот рядом с ней справа стоит ее сестра который на две недели младше вот она стандартная крепкая нам собаки в питомнике естественно нужны для разведения для любви обожания у нас все само собой поэтому девочку мучить в таком маленьком размере кесарева здесь только если выпускать разведения я не хочу я хочу чтобы она жила счастливую долгую жизнь да иди сюда и радовала своей красотой владельцев ну как говорится бог даст если кто-то захочет обращайтесь девочка открыто свободно пока но в любом случае только 6 месяцев вчера исполнилось если вдруг она до за время не найдет владельцев и подрастет как раз тогда она останется у нас но маловероятно хотя все может пока еще быть в рост она уже точно не вырастет но в ширь опять же если она наберет весом то вес и и размеры это совсем две большие разные вещи то есть раскормленная девочка в 3 килограмма это тоже маленькая очень собака поэтому от этого ей легче рожать не станет мы смотрим на органы на костяк да какая петля у девочки толщина лап мочка носа на этом и от этого мы тоже отталкиваемся в размере на собаки потому что вес это не показатель крупности до собака может быть легкокосной и выглядеть достаточно крупной вот и весить достаточно мало и как и наоборот собака может быть низкая коренастая и весить достаточно прилично при том быть широким костяком широким с хорошими крупными органами до опять же мы смотрим мочку носа петлю толщину лап от этого тоже мы отталкиваемся когда оставляем собаку разведения вот поэтому здесь вот мы как я говорю сюда мелкота есть а есть достаточно крепенькие хорошие собачки которые мелкота тоже прекрасны но в разведение мы их не пускаем потому что они сами разродиться не могут честно говоря все прекрасно понимают кто занимается разведением чехос эти куда он полез что и в крупном как мы называем 3 с плюсиком и 3 девочки не все рожают потому что это в любом случае очень маленькая собака но мега маленьких собак микро как их там называют мини любят называть разведение пускать нельзя еще раз повторюсь почему потому что от мини не рождаются мини от мини кобелей не рождаются мини щенки от мини пары не рождаются мини щенки это все большое заблуждение для людей которые учились в школе мы все с вами учились в школе и учимся это азы биологии генетики которые дают нам понять что за каждым за каждой особью состоят мамы папы бабушки и дедушки в разных размерах до в разные с разными качествами и что не только от мамы и папы получаются наследуют живые существа от мамы и папы только наследуют и все и больше ни от кого совершенно нет поэтому в этом участвуют и бабушки и дедушки и пра и братья и сестры и тети и дяди могут нести свои данные которые передаются по наследству в разных направлениях поэтому это нужно учитывать маленькая вот допустим помет из пяти щенков да и там допустим был один мини мальчик да и четыре стандартных там других щенка и вот этот мальчик вырастает мини глупый владелец мини девочки находит этого мини мальчика и считают что этот мини мальчик это мини девочка нарожают целую кучу миников мало того что миники не рожают сами никогда практически исключение из правил когда это происходит к тому же девочка беременеть естественно не только мини может всеми стандартными щенками подобное вообще на самом деле щенки чухуахуара по соотношению к взрослой особи к маме рождаются очень крупные я об этом очень часто говорю всем владельцам которые хотят повязать своих девочек и стандартного размера и более маленького и объясняю что ну почему я это стала говорить потому что когда она приходит момент родов щенки рождаются я почти от каждого заводчика но новоиспеченного слышу у нас такие крупные щенки так знаете с таким в голосе ну типа от вашего кобеля понимаете но что я объясняю в размер новорожденных щенков не зависят от размеров родителей и не зависят от размеров кобеля в новорожденные щенки от чего зависит размер новорожденных щенков ну во первых давайте прикинем собака весом 3 килограмма рожает щенка в среднем щенок чухуахуа рождается 100 граммов если щенок меньше 100 граммов но критическая планка граммов 70 то есть это практически не жилец но возможно выживет если над ним там трусится греть его подкладывать постоянно хотя мы всех подкладываем вот бывает до 200 граммов то есть вообще в принципе мы радуемся когда у нас рождается щенок граммов 130 150 это такой здоровых классный щенок по соотношению к трех килограммовой маме считаем да это даже не 3 процента от ее веса вот до считаем это если 100 граммов то 3 процента если 150 это еще гораздо больше будем сравнивать с крупными породами собака всегда привожу в пример немецкую овчарку то щенок новорожден то взрослая особь немецкой овчарки мама весит 40 килограммов да там ориентировочно бывает 50 в 35 и ее новорожденный щенок весит 350 450 граммов примерно на так вот по соотношению к ее весу это один процент то есть тут уже понятно что щенок чихуахуа по соотношению к маме своей рождается в три раза больше чем щенок рождается у крупной породы вы поняли о чем я говорю да теперь отталкиваемся от того что собака маленького размера да ей тяжело рожать щенок в три раза больше вот представьте это то же самое чтобы овчарка рожала там килограммового щенка ну вот как вы считаете конечно бы овчарки сорили потом не забывайте какой формы голова у чихуахуа яблоко то к чему мы все стремимся это круглая голова это широкая голова и она естественно очень плохо проходит родовые пути бывает плохо когда ну тяжело да когда идет головка и щенок у собак ну потому что головочка крупненькая и не раскрывается родовые пути так как положено и приходится кисарить помогать ну по-разному да выходит а бывает когда собака рожает и у кошек это есть лапами на задними да и люди а все капец задними лапами нет это абсолютно природно нормально и тут тоже получается своеобразная такая знаете штука то есть все вышло голова осталась и мы тянем там этого щенка хорошо если мама его может у мамы хорошие схватки она может вытолкнуть его сама бывает такое что мама достаточное место у нее и щенок хорошо проходит но нет схваток например да тоже вот такие бывают проблемы плохая родовая деятельность нет родовой деятельности еще чего зависит размер размер зависит от того сколько сколько щенков количество естественно чем их больше тем обычно они мельче обычно но не всегда вот это касается мини собак которая до забеременела пятью например они тремя или одним они нормального размера до сто пятьдесят там по сто тридцать граммов такое тоже может быть и часто бывает и не может собака просто не доносить не говоря о том чтобы вы родите потом бывает такое что наоборот один щенок да и мама хорошо кушает и причинок естественно он крупно или два щенка и они очень тяжело выходит очень крупнее обычно но еще зависит от того как мама кушает есть такие моменты что собаки так себе едят беременно есть которую прям нужно них открывается жор невероятный и конечно же тогда в этом случае щенки тоже раскормлены что очень классно щенкам когда они рождаются они более крепкие сильные чаще всего сипа нормальные роды еще но там не застрял да не нахлебался но естественно отходить тяжело получается роженицы которая раскормленная потом в мамочке бывают роженицы рыхлые сами по себе возрастные что тоже усугубляет роды потому что очень многие пытаются своих девочек ну хотят там где-то далеко в мыслях повязать но пытаются и хранить непонятно до какого возраста то есть самое лучшее время повязать девочку это на вторую третью течку мы говорим о чуахуа по породе на данный момент девочка молодая крепкая сильная и не нужно откладывать эти вязки до пятилетнего возраста к нам приходили из 5 и 6 летние девочки которые наконец-то решили владельцы все-таки наконец родовой скажем так племенной деятельности собаки ски сделать ее мамой все-таки они решили что они хотят от нее потомство там оставить себе да вы тоже понимаете но иногда все обходится нормально там пятилетняя девочка она тоже еще достаточно крепкая вот но не все часто в этом возрасте 5-6 лет и тоже такие знаете они не старушки но они такие уже раскормлены идет тетушки и хорошо если собака живила активный образ жизни и а тогда она как бы активная но она более мышечная до крепко если это колбаска которая чаще всего сидела дома лежала на диване то естественно она не крепкая и когда начнутся схватки роды таких девочек чаще всего тоже кисарят так как родовой деятельности особо никакой у них нет поэтому не затягивайте если вы все-таки надумали свою девочку думайте об этом пока собака молодая всем своим владельцам наших невест как я называю я об этом говорю то есть вот начали родила как у людей как это организм понимаете на следующую но следующий раз так положено там до через год бывает подряд мы делаем вязку и это нормально не надо орать и кричать пищать очень умным людям которые вы что подряд повязали девочку да повязали на любой заводчик имеет право свою девочку повязать подряд и после этого пропустить вязку но пропустить ну две течки после этого после это это имеют на это право это делают это нормально абсолютно для собаки для той собаки которая полностью восстановилась к той собаки у которой молодой крепкий организм все настолько индивидуально есть роды как говорят так ну прям сильно влияют на собаку ну как бы ни одни роды большого здоровья не принесли ни одному живому существу это всегда стресс но это природный стресс и поэтому мы смотрим на девочку и возможно если она молодая крепкая и по закону любых кинологических организаций вы имеете право без каких-либо заявлений повязать свою девочку подряд там в каждой организации есть свои правила читайте уточняйте вы это делать можете и это нормально потому что на тот момент когда девочка молодая и крепкая хуже когда девочку кинологическими организациями разрешено во всех кинологических организациях абсолютно вязать девочку до восьмилетнего возраста здесь я например категорически противник я думаю что если может быть конечно опять же это исключение из правил и есть девочки восьмилетние очень ценные очень крепкие очень здоровые которых нужно повязать но восьмилетние собаки это старушки даже чихуашки я не молчу уже об овчарках и крупных породах которые в принципе в среднем живут 10 лет и укорачивать жизнь родами в таком возрасте с таким стрессом я считаю этот вот здесь гораздо ну как бы по сад по отношению к своей собаке к своей любимой собаке я считаю что это уже как-то но прям не очень понимаете поэтому тут должны быть какие-то там веские причины повязать собаку 8 лет что не касается кобеля кобель может вязаться в любом возрасте начиная там с 8 9 месяцев и заканчивая до последних дней своих если он может хочет нужен в разведении он может пожалуйста ограничение по девочкам да и опять же все из опыта все из опыта мы делаем какие-то выводы что всему свое время всему свое время не забывайте о том что собаки к сожалению живут не так долго и время летит быстро опять же если девочка родила все у него в порядке можно вот как раз задействовать вот этот возраст там от года полтора до до ну не от года старше уже там 2 3 . зависимости от организации потому что есть организации которые только с полутора лет допускают есть организации которые со второй течке без проблем допускают вот если девочка созрела опять же вернемся к тому что есть малюсички которых вообще лучше не вязать а есть девочки крепкие стандартные очень хорошие которые прекрасные роженицы вот и тут все дело опять же индивидуально поэтому и как раз таки 2345 лет вот это самая золотая середина для родов все кто старше даже ближе к 6 годам уже нужно выборочно до выборочно подходить к этому вопросу опять же смотреть индивидуально но опять же не в первые роды еще раз повторюсь первые роды это как у людей это то же самое что женщина первый раз будет рожать 40 лет естественно это кесарево естественно уже не такие не такая ну как бы мягкие мышцы которые там растягиваются опять же эти схватки образ жизни собаки питания все 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 влияет на и поэтому завели собачку не собирают часто очень беру девочек мы не в разведения категорически нет практически половина наверное людей все таки потом задумываются об этом еще половина решаются на эти роды вот но не тяните не тяните с этим вопросом не не дотягивайте когда собака уже будет возрастная всему свое время если собака хотя по стандартам чихуахуа считается что можно девочку пускать там это тоже так все образно типа с двух килограммов разведения это бред вообще полнейший двух килограммов девочку пускать в разведение не нужно это издевательство над животным которых у нее еще больше рисков не разродиться самой но 90 процентов она не родит сама это кесарева и еще 50 процентов каких-то отклонений из-за маленького размера это многоплодная беременность и выкидышей кровотечений разрыв матки то есть об этом тоже задумывайтесь если собака не доросла до своего ну скажем так веса и размера не лучше с ней не баловаться если у нас есть такие люди которые говорят нет 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 мы мы лучше купим еще одну вот есть наоборот которые рожают вот родила ваша девочка задумайтесь сразу о щенке которого вы хотите оставить от этой девочки возможно это ехо очень хорошая дочка чтобы потом не бегать не искать еще одну девочку там в покупку не оставляйте мальчиков мальчика что если вы будете оставлять сыночка то естественно вам придется кого-то из собак кастрировать либо маму либо сына либо на течку два раза в год собаку нужно будет отдавать куда-то в другой дом другую квартиру если есть такая возможность все все без проблем тогда но нужно не пропустить эти моменты чтобы не было неожиданности потом жить в одном доме в одной квартире с текущей девочкой мальчиком никому бы не посоветовала кто особенно не занимается племенной деятельностью это очень сложно то очень неврозно для всех и для особенно кабеля и точно так же для хозяев это все вокруг уписанное либо мальчик памперси это шкребущие двери выбивающие это может быть просто ваша невнимательность где-то неожиданно раз там дверь чуть-чуть не закрыли и моментальная вязка и потом дети близкородственных связей ничего хорошему не приведут эти эти вещи поэтому лучше не надо вот поговорили обо многом и на этом я буду заканчивать наше видео это наш красавец величка у нас так сильно много минут так получилось значит хочу напомнить что мы называемся дом питомник чихуахуа кастропула это наши все собачки нашем питомнике продажи есть 5 щенков но можно сказать что 6 мы открыли для продажи девочку живанши которые не вижу жива ты где голубо под палую стигра с беленькими лапками девочка миниатюрная продается категорически не в разведении потому она и продается девочка уже имеет родословную мы уже получили а вон они бегом 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 девчонки скорее 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 куколки мои бегом 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 где там они гуляют они там копаются с майбахом вот смотрите мои видео забивайтесь чихуахуа живанши кастропула либо пишите меня на вайбер ватсап я сброшу фото и видео а также в нашем так в нашем питомнике предлагается 5 щенков вот этих вот малышей которые тут весело весело кувыркаются играет она была вот по залазили под эти на на скорее скорее это шоколадный сынок нашего космоса до водовидка это вот эта красавица девочка у любимка прекрасная красавица акса бирсенки на шерстной и три белокремовых мальчика это алис шер это аяс хакан и там у нас ярик бегает вот он ярик он по вам ведь это ярик ярик водный поток всем пока до новых видео до новых встреч с уважением я екатерина большим приветиком из симферополя